МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим чрезвычайной ситуации в Алматинской области действует. Как пытается крупный бизнес выжить в борьбе с коронавирусом, мы поговорим об этом сегодня. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях директор товарищества с ограниченной ответственностью Метакон Петр Анатольевич Сревный. Я хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас будут вопросы, тогда вы можете позвонить по нашему телефону 40 0109. Это телефон прямого эфира, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер телефона WhatsApp Messenger. Вы можете по нему отправить вопросы в письменном виде, и мы на них ответим, озвучим в студии. Вы одно из градообразующих предприятий Талдыкургана, поэтому и пригласили мы вас сюда, чтобы вы рассказали, как сегодня работает именно крупному бизнесу в Талдыкургане, когда в Алматинской области действует режим чрезвычайного положения. Добрый день, уважаемые земляки! Ну, нужно констатировать тот факт, что сегодня мы находимся все в одной лодке, независимо от рангов и регалий. И это вот проблема, которая возникла, в общем-то, на планетарного масштаба. И коллектив нашего предприятия, он с пониманием относится к этой проблеме. Мы в коллективе обсуждаем эту проблему, обсуждаем те действия, которые предпринимает наше государство, наше правительство, наши местные органы власти. В этот сложный период, в общем-то, люди не ропчут и с пониманием относятся к этой проблеме. Единственное, что они озвучивают, доводят до меня, конечно, и я сам вижу, какие возникают проблемы в процессе работы, потому что мы относимся к крупному бизнесу. И работать, в общем-то, когда есть работа, мы понимаем, что необходимо. От этого зависит экономика государства, от этого зависит экономика многих объектов, которые нацелены на перспективу в государстве. То, что продукция наша, она предназначена для объектов энергоснабжения. И, в общем-то, мы выпускаем металлоконструкции для линий электропередач, для патенционного оборудования, конструкции для промышленного и гражданского строительства. У нас цех горячего оцинкования, который закрывает потребности нашего государства и прилегающих государств в продукции оцинкованной. Поэтому коллектив настроен, в общем-то, работать. И есть, конечно, проблемы. Об этом мы тесно обсуждаем эти проблемы. Это какие проблемы на сегодня? В основном это проблемы бытового характера, с которыми столкнулся коллектив. Отсутствие транспорта общественного. Ввиду того, что предприятие, регионально находясь на окраине Талдыкургана, здесь у нас и привлекаются рабочие с окрестных районов. Это начинает Текелей, Корабулак, Троицкая, Крупская, Кировск, Заря, Бугор, Хутор, Еркин. То есть разбросанность нашего коллектива очень большая. Помимо этого, у нас предприятие имеет цех, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть непрерывная производство. Это 4 смены сотрудников, которые обеспечивают работу этого цеха. И если доставку этих людей, у нас было все организовано, и проблем не было, то остальные сотрудники, которые работают в дневную смену, во вторую смену, они добирались часть на общественном транспорте, часть на своем транспорте. В общем-то, эту проблему каким-то образом закрывали. Ну а теперь, когда общественного транспорта нет, тем более стоят блокпосты и так далее. Да, мы нанимаем транспорт со стороны, и ежедневно нам обходится наем этого транспорта примерно в 150 тысяч один день. То есть это налагает на коллектив дополнительную финансовую нагрузку. Ну, коллектив это все прекрасно понимает и, в общем-то, старается по максимуму эту проблему разгрузить с завода. Ну, тем не менее, вот такая проблема есть. Это одна из проблем. Вторая проблема – это как раз вот наши партнерские связи по поступлению объемов заказов. То, что нарушены эти партнерские связи, и в связи с этим мы, в общем-то, потеряли часть заказов. Если мы можем выпускать продукции до 2000 тонн в месяц, на сегодняшний день мы загружены всего лишь на 50%. Некоторые цеха вообще, не имея заказов, проставят. Это литейный цех, он, в общем-то, может обеспечить до 30 тонн выпуска готовой продукции ежемесячно. Это канализационные водопроводные люка, это ливневые люка, это мы выпускаем продукции для нашего теплосервиса на котельную. Ну, в общем, вот такие наименования продукции, которые мы выпускаем. И, в общем-то, на сегодняшний день, к сожалению, связи нарушены. Что-то мы выпускали для Алматы для изготовления задвижек. Тоже они сегодня не работают, вынуждены это предприятие стоять. И, естественно, заказы не размещают. Также мы работали и с теплостандартом, это наше местное предприятие. Оно не относится к крупному бизнесу, не работает с ними, тоже не можем сотрудничать, к сожалению. Ну, то есть, вот такие проблемы. Плюс еще одна из проблем, это перспективное развитие предприятия. То есть, ну, предприятие, каждое предприятие из группы наших компаний, значит, оно планирует перспективное развитие на год. В этом году мы планировали развитие в направлении газификации предприятия, что дало бы снижение себестоимости нашей продукции. Но, к сожалению, тоже все предприятия, которые должны были нам подготовить технические условия, дать разрешение на подключение, они не работают, и эта работа приостановлена. То есть, вот направление, получается, развитие у нас тоже хромает. В том же, в этом же, как бы, плане, вот и связи с зарубежными партнерами. Мы должны были получить оборудование из Китая для развития нашего предприятия. Это должно было случиться еще в январе. Сегодня уже апрель заканчивается. Мы, к сожалению, не можем получить этого оборудования. Есть проблемы с доставкой. И как собираетесь выйти вот этой сложной ситуации? Я хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 400109, код города 87282. Также есть номер WhatsApp-мессенджер на ваших экранах, вы можете написать. Давайте я сначала задам вопрос телезрителя, а потом мы продолжим. Вот пишут, мы также работаем на заводе вокруг Алматы. Не буду называть, какой завод, но то, что говорит гость, что транспортом обеспечен, мне кажется, неправильно. Поскольку наш завод, ну, он, наверное, неправильно написал, поскольку, говорит, наш завод транспортом нас не обеспечивает. В связи с этим нам приходится самим добираться до работы. Неужели этот завод, Митакон, обеспечивает транспортом своих работников? Ну, на сегодняшний день, для того, чтобы сохранить специалистов, мы привлекаем, я еще раз повторю, что мы привлекаем 4 единицы транспортных средств. 2 единицы, это которые у нас возят наших сотрудников, это Корабулак. И по городу тоже 2 автобуса, которые возят первую смену, с утра собирают и вечером разводят, и вторую смену. Поэтому это наши реалии, которым мы сегодня живем, в связи с тем, что, ну, люди, конечно, готовы на все. У нас люди с пониманием ходят и по 10 километров пешком на работу, но это не выход из положения, когда человек придет на работу уже изможденный, ему нужно будет работать, а работа на заводе очень ответственная. Это зависит от каждого сотрудника, его жизнь, и не только его жизнь в процессе работы. Поэтому мы идем на такие затраты, связанные вот с доставкой своих сотрудников. Вот, кстати, тоже вопрос второй, телезритель тоже задает, говорит, «Может быть, вот эти затраты он сдержит с заработной платы позже?» Такое не сделаете? Ну, я все-таки в этом плане надеюсь на государственную поддержку. Не одно мы такое предприятие, которое, в общем-то, вынуждено. И вот по предоставлению транспорта, это же, в общем-то, требование как раз местных властей по карантину, что мы обязаны обеспечить тем сотрудникам, которые добирались на общественном транспорте. Конечно, всех мы не можем обеспечить. Мы смотрим только по тому объему людей, которые добирались на общественном транспорте. Кто-то добирается на личном транспорте. Там тоже есть ограничения. Когда они добирались, допустим, в одной машине по пять человек, ну, это как-то было понятно, и люди могли добраться без проблем. Но когда ограничили количество посадочных мест в одной машине легковой до трех человек, естественно, кто-то выпал из этого количества. И мы вынуждены вот считаться с ними и обеспечить их тоже транспортом. Вот тоже еще один вопрос. Защитные средства для своих работников есть, имеется? Защитными средствами все работники обеспечены. И проводится ежедневная, плановая, так же, как предписано по СанПИНу требование, трехразовая дезинфекция территории. То есть у нас вот для этого есть специальные люди, которые занимаются. Во-первых, они обрабатывают территорию, там, где предписано. Во-вторых, они обрабатывают транспорт, который довозит сотрудников. Каждый автобус, который привозит людей, тоже он имеет специальные средства. После доставки обрабатывается полностью. Помимо этого, значит, у нас при входе на смену каждый сотрудник проверяется температуру у него. Есть специальные приборы, приобретенные для проверки температуры. И медик, штатный наш сотрудник, фельдшер, она каждого сотрудника обследует. Ну, если есть какие-то жалобы, если есть нарушения в температуре, значит, она сразу... Есть у нас отдельный кабинет, куда можно посадить человека. Ну, на сегодняшний день пока таких случаев у нас не было. А дезинфицирующими средствами, средствами защиты всех сотрудников мы обеспечили. Тоже за свой счет, за счет предприятия. Ну, это связано... Люди, может быть, удивляются, что мы идем на такие затраты. Если посчитать затраты по простой предприятию, то они превысят те затраты, которые мы несем сегодня на принятие вот этих мер, для того, чтобы предприятие работало. Поэтому здесь вот экономическая составляющая, она, в общем-то, как говорится... Лучше малые расходы, чем потом большие. Да, да, да. Тем более, что если государство, ну, обратит на это внимание, а я думаю, что все-таки обратит на это внимание, что нам нужна будет какая-то поддержка, я думаю, что мы от государства это получим. Но вы обращаетесь в свое министерство, чтобы вам оказались? Видите, на сегодняшний день мы не успеваем за ходом всех этих событий, мы только осознавать начинаем вот это вот все, потому что меры приняты, вот с 20-го числа общественный транспорт перестал ходить. Все, мы вынуждены сразу реагировать, нанимать транспорт для того, чтобы обеспечить своих сотрудников доставкой. Когда мы посчитаем эти все затраты, когда мы сведем какую-то цифру, будет понимание, мы, конечно, обратимся и будем просить государства о какой-то помощи. Может быть, это будет какая-то помощь в снятии каких-то налоговых нагрузок, может быть, по НДСу какие-то вопросы решат, льготы будут, да. Ну, как там уже примет государство по своим возможностям решение? Ну, а как поступаете с теми работниками старшего возраста, которые входят в группу риска? В некоторых местах их отправляют в отпуск обессодержание. Однако эти люди остаются без средств тогда. Как у вас это решается? На предприятии, если есть пенсионеры, мы пенсионеров, в общем-то, если это пенсионер, естественно, он без дохода не останется. У него есть заслуженная пенсия. И если он работающий пенсионер, то он уходит как бы без особых проблем. Хорошо, если это пенсионер, а если это просто человек предпенсионного возраста, если он же относится к тому, к той категории, попадает в риск? С 65, если считать, то он не попадает. А до пенсионного возраста все сотрудники у нас проходят медосмотр, под особым наблюдением нашего фельдшера находятся. Ну и на период вот особого этого режима, у кого есть отпуска, у нас заработанные, заслуженные отпуска, мы отправляем в отпуска, чтобы люди могли, ну, за это время себя обезопасить, каким-то образом отдохнуть. Ну, вообще на других предприятиях там считают 55 плюс. Это та категория, которая относится к категории, которых нужно отправлять либо в отпуск без содержания, либо какие-то создать более такие щадящие условия. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с экспортом? Ну, на сегодняшний день у нас есть контракты, которые, в общем-то, мы должны исполнить. И тоже есть проблемы в связи с тем, что банковская работа, она каким-то опытом тоже нарушена. Ну, вот наглядный пример, с Таджикистана пришел заказ, мы не могли получить от них деньги в течение нескольких недель, в связи с тем, что вот нарушена была банковская связь. На сегодняшний день все-таки проплата подтверждена, и мы, в принципе, готовы выполнить заказ. Так что вот с текущими заказами пока обстоит дело так. Но продукцию вы отправляете? Или это уже простое? Отправляют? Нет. Железная дорога работает, транспортные компании работают, у них есть свои проблемы. Я вот сегодня с утра буквально читал письмо отправленное, там они обращаются со своими проблемами, но на нашу работу пока вот эти проблемы не отразились. На доставку материалов, на доставку нашей продукции. Другой вопрос, что мы же все-таки отправляем продукцию по всему Казахстану, и есть регионы, которые закрыты под карантин, и там, в принципе, работа монтажных организаций закрыта. В связи с этим некому принимать нашу продукцию. Ну вот в этом месяце у нас поступил объем заказов, где-то серьезный такой объем, который мы намерены выполнить. Что-то мы отгружаем там, где компании готовы принимать нашу продукцию. Как дальше пойдет, пока непонятно. Вот район Караганды, туда у нас будет большой объем обгрузки. Как там откроется, когда там откроется режим рабочий, пока непонятно. И это тоже расходы? Конечно, это расходы на... Которые понесет предприятие ваше. Да, это расходы на то, что мы своевременно не сможем отгрузить продукцию. Продукция будет храниться у нас на складе готовой продукции. И, естественно, пока не отгрузится, это вот дополнительная нагрузка. И вот эта сегодняшняя ситуация, режим карантина и так далее, повлияет на дальнейшее развитие вашего предприятия? Тем более, вы уже говорите, какие-то перебои в работе уже имеются. Ну, естественно, в общем-то, мы уже не первый год работаем в режиме таком нон-стоп. Есть заказы, мы разворачиваем производство до пределов наших возможностей. Если нет объема заказов, мы сворачиваем каким-то образом, стараемся поддержать людей финансово и строя какой-то график работы для своих сотрудников, чтобы все остались с заработной платой. Ну, а в дальнейшем, в общем-то, я не знаю, что может еще повлиять на благосостояние нашей компании. Ну, это в целом, наверное, вот перспектива развития, отсутствие этой перспективы развития. Потому что мы все-таки, если будем стоять на месте, прогресс, он не стоит на месте. Я не думаю, что кто-то нас будет ждать в этом вопросе. Поэтому все зависит от государственной политики в развитии энергетики Казахстана. Это в первую очередь. Потому что мы, компания казахстанская, несмотря на то, что мы работаем по поставке своей продукции не только по Казахстану, это и в свое время поставляли продукцию и в Монголию, поставляли в Российскую Федерацию, это Красноярск, Иркутск, Абакан, Белгород, Новгород. В общем, по всей Российской Федерации наша продукция востребованная в Грузию поставляли, в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. На сегодняшний день вот еще лежит один контракт, тоже у нас не проплаченный, это узбекский заказ. К сожалению, до сих пор есть какие-то у них свои тоже финансовые проблемы, он до конца не оплачен, но выполненный лежит заказ у нас тоже на предприятии. Поэтому очень обширный круг заказчиков продукции нашей. Помимо этого, мы внутри на казахстанский рынок поставляли продукцию на НПЗ от Ирау, два года мы поставляли туда свою продукцию. Значит, по линии энергетики для КИГОКа большой объем, это вот линия 500 кВт, это же кольцовка, мы ее начинали, эту линию и завершали поставкой своей продукции. Электрификация железной дороги, тоже это наша тема, которую мы, в общем-то, куда поставляем свою продукцию и в большом объеме поставляли. Вот как будет развиваться государственная программа по этим направлениям, от этого, в общем-то, зависит и благосостояние нашего предприятия. Есть вот вопрос телезрителя, пишут, как справляетесь с паникой в коллективе? Есть ли? Видимо, у них есть. Как справляетесь с паникой? Есть паника? Когда коллектив состоит... И вообще, как чувствует коллектив? Когда коллектив состоит из 367 человек, там не может быть единого какого-то мнения, единого настроения. Есть, конечно, разные настроения, есть разные мнения, но я знаю, что в большей мере это зависит настроение от того, как себя поведет руководство, как настроит свой коллектив, когда в свое время, в свое время, наверное, какие-то панические мысли будут развеяны именно какими-то доводами объективными, которые до людей, в принципе, дойдут. Поэтому на каждой планерке я со своим коллективом, с руководством, это среднее звено предприятия, веду беседы на эту тему. Мы обсуждаем все действия нашего руководства и государственного, и областного, и городского, все меры, которые принимаются. Если есть какие-то замечания у коллектива, это всегда есть, мы тоже их обсуждаем. Ну, естественно, я уже говорил, что мы тесно сотрудничаем в решении проблем с Атамикеном, с Палатой предпринимателей, с городским промышленным департаментом и областным промышленным департаментом. Они в этом плане очень хорошо нам помогают, быстро реагируют на все наши вопросы проблемные. И принимаются меры как раз вот в комитете по ЧАЭС, там прислушиваются к нашим проблемным вопросам и, в общем-то, реагируют на них. Скажите, пожалуйста, осталось вот вкратце, скажите, какой самый болезненный фактор для экономики в режим ЧАЭС? Самый болезненный фактор для экономики – это вот то, что повлияет в будущем и отразится не именно сегодня, а в перспективе ближайшей осенью и дальше, скорее всего, уже в ближайший год-полтора. Я считаю, что наша все-таки область, она аграрная. И мы производственники, промышленники, которые находимся в городе, мы более как-то мобильные. А вот сельское хозяйство, оно, конечно, зависит. Не зря говорят, год день кормит. Мы это ощутим осенью. К сожалению, время нашей программы истекло. Мы вас благодарим, дорогие телезрители. Мы с вами встретимся завтра в 16.00. Вы оставайтесь дома, мы будем работать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова